Как известно, ничто так не характеризует эффективность передаваемых Украине союзниками вооружений как вы на болотах. Так например было с Хаймарсами планирующими бомбами урановыми снарядами для танков и БМП Брэдли и танками Леопард. И вот, такой новый если его можно так назвать фетиш снова появился на Залесье, и касается это кассетных снарядов для артиллерии ВСУ. Украина очень давно просила США начать поставки кассетных боеприпасов крайне необходимых для максимально эффективного уничтожения целей на поле боя. Но несмотря на неоднократные призывы, в Вашингтоне отказывали в таких поставках. Однако, теперь как сообщает американский NBC со ссылкой на сразу троих неназванных должностных лиц решение фактически принято. Вследствие чего на болотах снова поднял свой в не имеющих аналогов мире СМИ. Два источника сообщили, что объявление о передаче кассетных снарядов в Украине будет объявлено в начале июля, то есть через пару дней. И тут, у многих вследствие этого может возникнуть вопрос, а чего они так истерят по этому поводу? Ну снаряды, ну очередная партия, ну и что? Все дело в том, что фактически один кассетный артиллерийский снаряд DPICM при поражении большинства типичных целей выполняет работу 10 обычных осколочно-фугасных снарядов. То есть один бадобум по вражеским позициям, а неприятностей как от десятка простых девайсов. Наша артиллерия и так в силу западного качества артсистем точнее и эффективнее в разы, чем не имеющая аналогов в мире хоть у залессов и много большей стволов. Так теперь еще и снаряды будут в 10 раз эффективнее. Вот и крутят нерадивых как в народе говорят как черт отладан от этой новости, видать что то начинают предчувствовать на свою пятую точку. Поэтому, подписываемся на канал, жмем колокольчик и все другие правильные ссылки и кнопки. А также смотрим другие наши ролики. Бэшосгайд наш канал Якуна скажу тех ляв несмотря на большее количество публикуемых роликов. И будет вам и плюсок в карму и огромный зачетища и куча всего еще не менее интересного.